приветствую друзья сегодня у нас по идее должен был выйти в видео про будни wall street про глобальные рынки но уже в этот четверг состоится вебинар вебинар часа так на 4 а может и на 5 поэтому решил зачем выпускать будни если мы уже послезавтра с вами соберемся и основательно детально пройдемся по всем основным секторам и компаниям поэтому ссылочку я оставлю внизу приходите на вебинар там мы с вами пообщаемся если что запись тоже будет поэтому вы сможете получить себе на почту на мы приступаем к нашей основной теме сегодня это четыре совета которые я хочу дать начинающим инвесторам в последние месяцы был большой приток новичков на фондовый рынок люди закрывали свои депозиты и клали их на фондовой площадке особо активное было привлечение со стороны многих банков многие банки конвертировали своих депозитарных клиентов в брокерских клиентов и получилось так что люди пришли но не знают что теперь делать или делают то что не знают поэтому сегодня хочу дать первые 4 совета для тех из вас кто недавно на рынке может быть вы уже давно на рынке поэтому перешлете это видео тех тем кто недавно советов можно дать на самом деле много но я начну с этих четырех первых которые на мой взгляд нужно обязательно себе заучить и знать к этим советам я тоже пришел с спустя некоторое время после того как овладел некими навыками инвестирования и так давайте начнем первый совет который хочу вам дать это то что никто не знает куда пойдет рынок в целом когда я начинал канал wall street pro в 2016 году таких каналов было достаточно мало ну не знаю я тогда знал может там пару-тройку каналов которые занимаются именно рассказом про инвестиции сейчас таких каналов уже много и очень много людей которые прогнозируют куда пойдет рынок и отчасти даже я пытаюсь это сделать но честно вам скажу я не знаю куда пойдет рынок и я полностью признался себе что я не могу предсказать поведение рынка на любом и даже горизонте но может быть на один-два дня еще могу когда рынок там перекуплен или перепродан но на горизонте даже недели двух я уж тем более дальше я не понимаю куда пойдет рынок и я на рынке с 2006 года как вы понимаете был и трейдером активным и скальпинг и да и трейдинг и разные стили трейдинга и опционы и фьючерсы и акции облигации все проторговал 15 лет на рынке и я еще раз признаюсь что я не знаю куда пойдет рынок поэтому мне часто забавляют комментарии некоторых видео блогеров которые рассуждают что будет с рынком и на самом деле даже я уже свое время это пытался сделать но сколько бы они вам не рассказывали логических примеров почему рынок должен либо упасть либо вырасти как правило это никогда не срабатывает вы не замечали а почему это не срабатывает потому что рынок это многофакторная модель на него влияет разные новости в разный период времени и второе рынке движутся резко допустим падают только если появляются так называемые черные лебеди которых написал насим талеб своей книги то есть события которые рынок не мог предсказать а если вам с умным видом аналитик рассказывает почему рынок должен упасть то есть приводит яркие доводы то скорее всего эти доводы известны всему рынку и поэтому он не упадет случится как раз таки то что никто не знает только тогда рынок упадет поэтому дамы и господа заканчивайте слушать предсказания туда куда пойдет рынок упадет он вырастет никто этого не знает поверьте уж мне если бы кто-то это знал хотя бы знать ну не случайно там предсказал а знал бы это действительно то есть рынок упадет через полгода потом вырастет еще упадет этот человек был бы мульти мульти биллионер но к сожалению таких людей я не знаю и они иногда угадывают но это крайне редкий случай единственное что здесь хочется добавить это то что в отличие от всего рынка можно предсказывать движение отдельных активов и этим мы и пользуемся поэтому я вам советую отстраниться от того что будет через полгода с рынком через год или через десять сосредоточьте свое внимание на то что вы можете предсказать например ему могут быть хорошие компании которые стоят дешево и вы понимаете что это хорошая компания и она стоит дешево и рынок в моменте недооценивает и вы ее покупаете бывают какие-то коммодитис мы недавно золото покупали серебро то есть ряд факторов показал что надо это покупать то есть отдельные активы предсказать можно не всегда но мой опыт по последних пяти лет показывает что это можно делать достаточно успешно и часто вот в отличие от рынка поэтому правило первое не слушайте никого о том куда пойдет рынок никто этого к сожалению не знает а может даже и к счастью а пункт 2 не упрощайте процесс поиска информации это была моя одна из главных ошибок в начале моего пути как инвестора потому что я пришел так же как и вы я не знал на что смотреть куда смотреть информации слишком много вокруг нас и нету четкого последовательного плана как осваивать инвестиции ну до сих пор никто это не придумал и опять же на курсе там инвестиции на миллион я как-то попытался ну хоть пошагово дать некую сетку развития инвестор куда ему смотреть что делать но все равно я уверен что этого недостаточно и что делает начинающий инвестор поскольку он не знает где брать и как анализировать информацию он ищет сайты где есть собрана эта информация я называю такие сайты сайты агрегаторы они агрегируют информацию и вы можете зайти на такой сайт и посмотреть в динамике там куда пошла выручка как компании что было с прибылью там какие показатели и так далее так далее и на первом этапе кажется что если у тебя есть доступ к этой информации ты можешь анализировать компании грамотно и делать на этом свои выводы которые принесут тебе доход знаете вам что скажу я скажу что это не так это называется самообман когда я начинал как инвестор я открывал такие сайты как например море morningstar гуру фокус и смотрел туда и показатели компании и мне казалось что если я вижу динамику и выручки чистой прибыли там еще каких-то показателей то я могу построить некую модель и сказать что это дешевая компания ли это дорогая компания как оказалось это далеко не так чтобы понять вырастет там в будущем компании которую мы хотим купить недостаточно посмотреть динамику и и выручки за период нужно пролезть гораздо глубже потому что будущая цена зависит от того не какая была выручка прошлом или позапрошлом году а какая выручка будет следующем и следующем и в году и чтобы понять динамику нужно понять что компания производит какие тренды в секторе какой менеджмент хороший или плохой может ли он управлять текущей ситуации и так далее то есть надо нужно погружаться гораздо глубже внутрь самой компании внутрь сектора внутрь то есть поэтому спустя где-то два года я полностью но на 99 процентов отказался от просмотра вообще сайтов агрегаторов сейчас я использую только в том случае если не могу найти какую-то информацию в отчетности я думаю может быть робот нашел там в агрегаторе найду поэтому я пользуюсь сейчас этим крайне редкой в основе только смотрю историю дивидендов потому что это там действительно удобно это делать ну и какие-то отдельные показатели вот и все поэтому при предсказании скажем так движение в будущем какого-то актива нужно погружаться в сам актив а не искать псевдо сайты где есть история за последние 10 лет это на мой взгляд это опять же мое личное мнение это вообще никак не помогает тут вообще никак поэтому не самообманывайтесь открывайте первоисточники открывать отчетности открывайте новости по компаниям и начинайте читать совет номер три не вкладывайте все в акции это также начинающий люб видя что рынки растут вкладывать туда все закрывать депозиты вкладывать все в акции часто слушая гуру которые говорят купи там не знаю microsoft купи google купи facebook они покупают это все не понимаю во что они вкладывают поскольку вы только начинающий вы не понимаете что вы делаете поэтому я рекомендую снизить долю акций но на мой взгляд максимальная доля акций среди ваших активов должно быть но 50 процентов это прямо максимум на первое время вообще рекомендую 10 20 процентов остальное держите на депозитах там валюте в коротких облигациях и так далее то на чем вы скорее всего не потеряете деньги долю акции стоит увеличивать только тогда когда вы начнете понимать что вы и почему вы покупаете это а это произойдет не раньше чем через года два тире три представляете то есть вот вы сейчас пришли на рынок вы хотите уже акции он покупать теслу покупать еще что-то а вам тут говорят ребятки через два три года нет вы конечно можете купить и теслу это просто к ну тогда считайте что это хобби развлечения это не инвестиции потому что у вас нет ни знаний ни опыта и все что вы будете делать сейчас это ставки то есть это будет больше похоже на игру действительно в казино потому что вы не осознаете что вы делаете вы делаете ставку на тесла вы делаете ставку там условно на какую-нибудь amazon и так далее вы делаете ставки выиграют они или проиграют инвестирование 30 другой процесс это когда вы понимаете что вы покупаете Почему вы покупаете, какие факторы повлияют на рост компании Опять же, что там за менеджмент, как он управляет, какие тренды в секторе Почему эта компания лучше, чем другие Что именно выделяет ее из когорты других компаний и так далее И даже зная все это, вы можете ошибиться И тренды могут быть другие, и рынок может поменяться Поэтому инвестирование это непростое занятие Если бы это было просто, то все были бы давно уже миллионерами Поэтому пункт номер три, не вкладывайте все в акции И последний пункт, пункт четвертый, это пассивный активный портфель Сразу хочу сказать, что если у вас мало времени на анализ отдельных компаний Если у вас нету много-много часов в неделю, чтобы глубоко погружаться Там в отчетности, в новости и так далее То вам не нужно вообще отбирать отдельные акции Это противопоказано, потому что вы будете это делать халтурно Опираясь либо на чужую информацию, либо вообще, знаете, нравится мне А Microsoft, потому что я пользуюсь Excel и куплю теперь акции Microsoft Это тоже не инвестирование Да, вам может ввести, как и в любом гэмблинге То есть вы можете пойти на ипподром и ставить там какие-то лошади, которые красивые Там черная или белая, и она может выиграть периодически Да, такое может быть Но в долгосрочной перспективе вы проиграете Поэтому что я вообще рекомендую сделать, если вы начинающий? Опять же, начинающий значит вы не понимаете, как анализировать компанию И почему надо купить эту компанию, а не другую Я вам рекомендую сделать простую вещь Сделать себе небольшой пассивный портфель Ну, купите туда индекса Ну, там, S&P индекса или московской биржи Возьмите для этого ETF Это называется, в России называется биржевые паевые инвестиционные фонды А в Америке называется ETF Ну, возьмите там, не знаю, на 50% портфеля индекса S&P или московской биржи Возьмите там еще какую-то часть облигации, допустим, 30%, 40% Возьмите там, не знаю, кэша или золото докупить Вот у вас простой пассивный портфель Одновременно с этим, если вы хотите все-таки покупать отдельные бумаги Ну, купите себе какой-то портфельчик и введите его Обязательно записывайте все свои сделки в специальные Вот единственные сайты-агрегаторы, которые рекомендую Это сайты, которые делают учет ваших инвестиций Через год, через два, через три Проверьте, какой из этих портфелей оказался менее рискованный Где была меньше просадка в периоде И какой давал больше всего дохода Исходя из этого, вы поймете, что, возможно, пассивный портфель Где вообще не надо отбирать акции Где вообще не надо читать новости Он может оказаться вполне прибыльным Или даже более прибыльным, чем тот портфель, которым вы активно занимаетесь Что-то там сооружаете, покупаете Там, не знаю, волосы рветесь Там, допустим, Мечел куда-то улетел Или там Тесла куда-то валится Может быть и так Вот сейчас у меня есть несколько пассивных портфелей Они немножко разные стратегии имеют Но они есть И они, например, составляют 10% от моих активов Все равно 90% у меня, мои инвестиции активные Потому что этим занимаюсь я каждый день Но я со временем тоже понимаю, что, скорее всего, все больше и больше Я буду отдавать в так называемые пассивные инвестиции Просто потому, что они проще И, как показывает, опять же, моя практика Они даже бывают более доходные, чем активные инвестиции Даже так Поэтому обязательно сравните себя Вот видите, у нас тут нарисован робот Это будут пассивные инвестиции И вот вы, как активные Кто из вас лучше на горизонте 2-3 лет И потом уже примите решение Может, вам вообще не надо вмешиваться во все эти процессы И все за вас сделает экономика И другие люди, которые работают в этих компаниях Это вот были 4 совета, которые я рекомендую использовать Вам, как начинающим инвесторам Если сама рубрика вам зашла, вам понравилась Я могу подумать о том, чтобы снять еще какую-нибудь Или даже парочку или серию видео О тех советах, которые я хотел бы дать Для тех из вас, кто только недавно пришел на фондовый рынок И рассказать, что можно еще Чем можно еще воспользоваться, какие инструменты можно использовать На этом все Спасибо за внимание Ну и напомню, что увидимся с вами в четверг На стратегическом вебинаре по глобальным рынкам Где мы с вами проведем часа 4 За тем, чтобы посмотреть, что происходит в разных секторах экономики Какие есть компании интересные Ну и так далее Все, до новых встреч, пока Субтитры создавал DimaTorzok